Восвятая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии и працуя Наталья Ихнатенко, глядите ухэтым выпуском. Пытания обороны социально-экономичных интересов работников разглядали сегодня на предприемстве Коминтерн. Сёня ж прайшло пасяджэння коллеги Управлення Адукацией, на прадку дня развецё системы профильного навучання. Корысти пагрозу социальных сеток обмерковали у Гомельской городской библиотецы имя Герцена. Удельники Международного патриотичного мотопробега «Агнявый таран» пробыли у Гомель. И больш падрабязна обгэтыми не тольки. У Гомели сёня подвяли выники работы областной организации «Белая Русь» и окрэсили основные накерунки яе дейнасті на ближайший период. Сирот прайорытэтных накерунков – работа с насельніством и проведение акций патриотычной накераванности. Областная организация «Белая Русь» зараз гэта маль 24 тысячи человек и больш як 1 тысяча первичных организаций. При гэтым засправоздачный период с 2013 года по сёняшний день колькасть членов организации у регионе повеличилася на 60%. Самая великое представництва – во установах адукации. Далей у гэтым спесе – промысловая сфера и ахова здоровья. Организация принимает активный удел як у агульно-национальных акциях, так и мероприемствах региональных аузрунью. А прачатаго значная увага надается работе с насельніством, праздейность и громадских приемных, куда запрашаются представники вертикали и депутаты Совета у розного аузрунью. Что тычется планам на наступный период, то перша черговая увага будет надаваться работе первичных организаций. Мы собираемся больше позиционировать себя как «Белую Русь», как общественную организацию патриотической направленности. Больше уходить в сторону проектов, которые будем вести сами от начала и до конца. Сформировался свой почерк, свой стиль. Есть авторитет, мы его наработали. И поэтому в этом направлении мы планируем двигаться дальше. Гомельское областное объединение профсоюза сегодня провело выездное посаджение по пытаниях обороны социально-экономичных интересов работников. Ситуация проанализована на прикладе акционерного товариства «Коминтерн». Причины возникающих проблем и приклады для пераймания. У материала Олега Синцерова. В предприятии легкой промысловости о почтенчат переживают явно не самый лепший период у своей истории. Чемат кто до той конкуренции, что скалывался на рынку, оказался просто не готовым. Головная причина – высокая доля импортной сыровины у готовой продукции отрывается якосно, а ли занадто дорого. Много очень конкуренции. То есть есть Узбекистан, Таджикистан, откуда трикотаж, допустим, идет, продукция дешевле. И у нас есть проблемы с рынками сбыта. 33% предприятий сработали с прибылью, 20% они сработали серединки наполовинку без прибыли. В таких умовах предприятиям оказывается куда больше выгодно працевать на довальницкой сыровине. Прибыль так махчима и меньше, а ле зато и стабильный, отрывал ту шутканину, вырубив продукцию, и на рахунок заличены сродки. Айчинный гандаль, для прикладу, звычайно працует за отрывиногой протяжу на полгода, причем навык в таком разе можа вернуть продукцию на склад. По акционерным товариствам Коминтерн свою экономичную ситуацию оцениваясь як стабильную. Не в опущенную чергу, гэта тлумачится география поставок. Сегодня продукцию Коминтерна носить жахры практически всего былого СССР и сучастного Европейского Союза. От России, Казахстана до Германии и Франции в наступном месяце предприемство проставит свои костюмы еще и на выставе у Великобритании. Обращая экономичной стабильности, таки товарооборот мая и еще один плюс. Переважная большинство замежных партнеров перед заключением погоднений, звертая увагу на выники международного социального аудиту предприемства, починаючи от наявности профсоюзной организации до умов працы и истинующих социальных льгот, в образном объединении профсоюзов приводясь дадены опорных мониторингов. По вынику складанного финансового остановища на некоторых предприемствах участковых социальных льгот на ксалт до помоги у набытий сельской господачей продукции скоротили. На Коминтерне не только обошлись и без таких мер, а и приняли додатковое, я считаю, навык не предупределенное коллективным договором. Это и общежитие, которое у нас сегодня есть, чтобы заселить. И мы один и тот же еще освобождаем подсемейных, потому что многие с них на квартиры живут или негде жить. Это и здравый пункт, который у нас сегодня есть. Все силы, которые есть, возможно, мы прикладываем для того, чтобы людям, которые работают у нас, было комфортно. Олег Синчеров, Александр Мурашкин, телерадиокомпания «Гомель» при Патрымце АТН. Господарки Гомельской области начали нарыхтовывать травянистые кармы. Первые указ травы в регионе проведены на площади 2200 гектаров. Запасы кормов начали створать сельско-господарческие организации 17 районов в области. По воду для оценок специалистов, холодная надворья гетой весной негативно отбилась на развитие шматгодовых трав. Их уроджай плануется ниже, чем летось. Продуктивность першого укоса будет вызначать наявность вильготи и температура поветра. Это два галонные факторы, которые вплывают на вегетацию растений. Початок нарыхтовки кормов упал с закончением посевных работ в регионе. Галонная кормовая культура в области кукурузы посеяна на площади 299 тысяч гектаров, что складает 99% до плана. Незасеянными застаются участки с первовильготненностью хлеба, а также поли, на которых будут опрацовываться, бульба, гречка и проса. Начальник управления контролю Галин Господарки и Грошова кредитной сферы Комитета державного контроля Гомельской области Виктор Рунов проведет заутра Гарачую линию. У центра уваги об грунтованность различных платежей за жильево-коммунальные послуги. Жихары региона могут вернуться по хвалючих питаниях с 10 до 11.30. Телефон Гарачая линия 23-83-91. Сегодня в областном центре отбылось посаджение коллеги Управления адукации Гомельского облаканкама. На парадку дня было питание об развитии системы профильного навучения во установах агульной средней адукации в области. Так само подчас посаджения отбылось узнагороджение переможцев областного конкурса «Лепший повар» установы дошкольной адукации. Им стала Татьяна Пладунова, з'язь лисада номер 2 города Речицы. Подробязности у материале Вероники Ворошилиной. Перед проведением коллеги Управления адукации Гомельского облаканкама усіх присутных запросили на выставу кулинарных работ финалистов областного конкурса «Лепший повар» установы дошкольной адукации. Тут разгорнулася соправданная ярмарка самых креативных в утворчасти оформлений ядомых арт-объектов. Салаты, мясные вырыбы, так само любимые присмаки дятей, булочки, печиво и пирожное. Смак, оригинальность, аголовная корысть. Менавито гэты и критерии необходимы было уличовать удельникам приготовления. Профессийное споборнество дозволяє продемонстровать широк абсолютно новых страв, які уже есть, або могут быть уведены у дитячий рацион. На початку коллеги отбылось узнагороджение переможцов конкурсу. Головное звание «Лепший повар» установы дошкольной адукации и грошовый сертификат у 10 базовых величин отримала Татьяна Пладунова, з'язь лисада номер 2 города Речицы. Повар за маль 10-ти годовым стажем працы поделился с нами секретом своего кулинарного поспеху. Готовили для детей. Старались показать, как можно красиво оформить эти блюда, чтобы дети смогли с удовольствием это все покушать, чтобы им нравилось. У нас была тема цирк, и мы старались эту тему поддержать. У нас очень интересное блюдо – это манты на пару. Мы их приготовили в виде рыбок. Салат из кальмаров океану. И сделали в виде осьминога. Детям, я думаю, должно очень это понравиться. Подчас поседжения коллегии управления эдукации Вомельского обл.ВКНКМа на порадку дня было питание об развитии системы профильного навучения во установах огольной средней эдукации в области. Такая форма в нашем регионе практикуется другий год за пар. Зараз она охопливает 43% навученцев 10-11 классов. И они занимаются выучением профильных предметов на выбор, на повышенном узроуне. Шастей за все школьники мкнутся спостегать поглибленные веды в русской, белорусской и английской мовах математице, физице и химии, крыху меньшую биологию, историю и географию. Подчас коллегии управления эдукации обмерковывались умовы и потребования до организации этой работы. Утым леку питаний, які тучатся за обеспечением высококвалификованными кадрами, а так само в учебнометодичным и материально-техническим оснащением. Головные меты системы профильного навучения во установах огольной средней эдукации в области – больше поглибленная эдукация школьников, якая буде соденничать поступлению у ВНУ. Мы надеемся, что тот уровень, который они получили за счет вот этого большего количества часов учебных, большего внимания к этим детям, может быть, их показатели должны быть, и надеемся на это, должны быть выше, чем у других. По тем предметам, которые для них оказались главными, которые они выбрали для себя в качестве профильных предметов. Но при этом базовые классы, базовый уровень, он сохраняется, и все другие предметы, они от этого не становятся менее важными или забываются при изучении. Нет, конечно, это тоже все входит в полный комплекс обучения на третьей ступени образования. Вероника Варашилина, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». Створение умов для реализации творчих молодежных инициатив обмерковывали у Гомельским Державным профессийным шмат-профильным лицеем. На его базе пройшло посаджение постоянной комиссии Городского совета депутатов по социальных питаниях и справах молодых. На мероприемстве побывали и наши корреспонденты. Молодежная политика была и состоится одним из приоритетных направлений развития белорусской державы. И главная ее задача – створение новых стимулов для реализации творчих инициатив и карьерного роста молодых специалистов. Каб раскрыть потенциал своих вушников и продемонстрировать сучасные напрацовки, установы адукации представили выставу досягнений декоративно-прикладной и инновационной творчести. Например, студент Гомельского державного машинобудовнического колледжа продемонстрировал систему «Разумный дом». Здесь есть два датчика температуры и один датчик влажности. На основе них параметров можно создавать какие-то сценарии, потому что система будет автономно сама работать. После наведывания экспозиции Комиссия Городского совета депутатов провела семинар-практику «Реализация творчих идей молодых». Как подкреслили его удельники, триновитые вушники демонструют свой интеллектуальный потенциал в проектах. Головное своечасовое – его зауважить и оказать поддержку для дальнейшего развития. Эффективная работа в этом направлении максимума только при координации деяния органов державного кирования молодежных громадских объединений и установы эдукации. Мы сегодня должны, обязаны поддержать и творческую молодежь обязательно поддержать. И они должны понимать, что мы не просто пришли сегодня и посмотрели, а мы реально это увидели, реально мы должны это как-то реализовать. Ганна Коральчук, Максим Савин и Гармарыщенко. Телерадиокомпания «Гомель». Корысти погрозу социальных сеток обмерковали у Гомельской городской библиотеки Мягерцена. Установа стала пляцовкой для открытого диалогу молодежи с экспертами о пытаниях, связанных с деструктивным уплывом небеспечных групп в интернете. 75% информации дети и подлетки от 5 до 18 годов берут с интернету без нагляда батьков. Об этом свершится анализ одного из белорусских интернет-провайдеров. Турбоя и то, что о малю каждым другим выпадку неполнолетние корыстальники интернета шукают нерекомендованную для их информацию. Специалисты личат, что не сама виртуальная простора неси погрозу, а небеспечная для детячей психики суполки. Ни для кого не сократ, что часом модераторы штурхают детей и подлетков на небеспечные подороже, которые в реште решт могут скончиться трагедией. Эти группы смерти зачастую оказываются фейком. То есть это надуманная вещь. Изначально надуманная вещь превращается сейчас в реальность, потому что дети, впечатлившись, ищут какую-то информацию о совершении суицида и, к сожалению, могут ей воспользоваться. В Беларуси было возбуждено три уголовных дела по факту доведения до самоубийства детей и подростков, где фигурировали в качестве объекта следствия социальные сети. Ну и в открытых источниках информация о том, что одно из таких дел было закрыто за отсутствием состава преступления. До помощи Ахвярам злочинцам покинуть небеспечную гульню могут батьки и сябры потерпелыха. Як зауважить в залежности, куды звертаться у выпадку погрозы. Або семь этим ишла размова подчас черговой встречи в рамках проекта «Открытый диалог». Проект вздымает разные актуальные проблемы. Громадство запрашает до интерактивного диалогу разной взрослой группы насельництва. Удельники Международного патриотичного мотопробегу «Огнявый таран» прибыли у Гомель. Мотопробег стартовал 15 мая у Республицы Тыва Российской Федерации. Акция з'является даниной памяти подвигу героя Советского Союза Михаила Бухтуева уродженцы Республики Тыва. Пробег охопить больше, как 25 городов России и Беларуси. Его удельники передолюют около 12 тысяч километров. Инициаторы акции российские байкеры прибыли в Гомельскую в область, к обновидать вёску «Чёрные броды» у Октябрьском районе, где похованы их земляк-герой. Михаил Бухтуев подчас бою, каля станции «Чёрные броды», здесь не уперший в военной истории танковый таран бронетягника. Пляцоки с приладами вороха были скинуты с рэек, а немецкий тягник был выведен и со строю. Михаил Бухтуев был отзначен самой высокой узнагородой СССР по Смиротнам. «Всё эта идея пришла, и вот 9 лет мы её выхаживали, а в прошлом году просто сели и решили, всё, пора, ждать уже нельзя, надо ехать. Тем более здесь 73 года никто не был, вот сюда, ну, как он погиб, 73 года не был, никто у него на могилке, чтобы. И для нас это просто прям миссия такая, что для себя важно очень». Сё дня до акции долучились гомельские байкеры. Мотоколона пройшла по маршруте Гомель-Светлогорский район, посёлок Октябрьске. Удельники усклали кветки до памятного обелиска, побывали на могиле Михаила Бухтуева и покинули там частинку Тувинской земли. Наступным пунктом призначения мотопробегу станет Минск, а затем мемориальный комплекс «Брестская крепость-Герой». «Историю, которую я узнал в дальнейшем, меня тоже очень сильно потрясла, поскольку человек, 18-летний парень, из далёкой Тувы, в первом же своём бою отдал жизнь за нашу Беларусь. Не просто отдал жизнь, он принял решение именно таранить бронепоезд фашистский. Практически я исследовал всё, что с этим связано. Я нашёл людей, которые занимались установкой этого памятника на Октябрьской земле. И логическое продолжение всего этого мы сейчас видим». ГТ, а так само и другие новини вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресі www.tvrgumil.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд» с Сергеем Нігіревичем. Усяго доброго, до новых встреч у эфиры.